Всем привет! В эфире ФКОФА ТВ и сегодня все о матче УФА Крылья Советов. Смотрите выпуски. Наша команда одерживает победу и поднимается в зону Лиги Европы. Два футболиста УФА вызваны в сборной России. И на стадионе «Нефтяник» завершился международный турнир. Третий матч подряд побеждает наша команда под руководством Сергея Симака. В этот раз в рамках 19-го тура УФА обыграло Крылья Советов. Тренерскому штабу граждан пришлось сделать замену. Дмитрий Сысуев в прошлой встрече перебрал желтых карточек и не смог принять участие в игре. На его место вышел Вячеслав Кротов. Самарцы тоже сделали изменения в составе. Даранов и Миялович начали встречу с первых минут. Кроме того, по сравнению с матчем с «Локомотивом» у Крыльев изменилась и схема. С нашей командой они отыграли в три центральных защитника. С первых минут у Финца активно начали встречу. И на шестой минуте после атаки правым флангом мяч оказался в воротах. Александр Сухов отдал пас на Кротова, который растылил штрафную. Слай не смог попасть по мячу, но набежавший Иван Пулревич открывает счет в матче. 1-0. Самарцы ответили со стандарта. Футбольный снаряд отскочил к Родичу. Но Александр Белинов правильно выбрал позицию и зафиксировал мяч. Хозяева в первом тайме могли упрочить преимущество. Слай удал передачу на Сухова, который выходил один на один с воротарем Лории. Напереграть кипера не сумел. Также страж ворот гостей справился и с повторным ударом Азамата Засеева. В конце тайма финцы упустили еще несколько моментов для взятия ворот. Во второй половине встречи самарцы стали поджимать горожан. А в одном из моментов просто великолепно сыграл Белинов. После навеса Яченко, казалось, бил наверняка. Но Александр сумел отвести угрозу, сыграв ногами. Наша команда ответила быстрой контратакой. Снова Сухов получил мяч штрафной соперника, но защитник сумел прервать удар. В одном из моментов травму получил Слай и не смог продолжить встречу. На его место вышел Кихенде Фатай, который тоже мог отличиться. Но удар у Нигилийского форварда не получился. В итоге Уфа одерживает третью победу подряд под руководством Сергея Симака и поднимается на пятое место в турнирной таблице. Я считаю, что доминировали на протяжении всей игры. Единственное, что, конечно, получая ранний гол в начале первого тайма и зная то, что соперник в большинстве своих матчей на протяжении этого чемпионата строго умеет играть организованно в обороне и контратаковать довольно остро. В принципе, достаточно много таких матчей принесли успех футбольному клубу Уфея. Понятно было, что команда будет играть организованно и контратаковать. Поэтому мы были к этому готовы. И в целом, еще раз говорю, что доминировали и в контроле мяча, и в ведении игры. И достаточно много создали голевых ситуаций, где обязаны были исправить ситуацию по ходу игры и все-таки выровнять счет для того, чтобы постараться и выиграть эту игру. Но, к сожалению, такая фраза, которая существует в тренерском цехе нашем, которая уже, наверное, набила оскомину, это реализация моментов, исполнительское мастерство. Я думаю, начали мы неплохо сегодня. Наконец-то было начало интересное, моменты были. После забитого мяча, к сожалению, откатились назад, отдали преимущество крыльям, которые комбинировали. Но у нас был еще прекрасный момент для того, чтобы увеличить наше преимущество. Не получилось, к сожалению. Во втором тайме, наверное, непонятно, почему. Все-таки сыграли очень уверенно, особенно в начале второго тайма. В дальнейшем мы шли на определенный риск, меняя игроков, рановато. Поскольку все могло случиться, но, тем не менее, это требовало ситуации. Кто-то устал. И за счет замены я считаю, что улучшили качество нашей игры и стали контролировать мяч. В принципе, учитывая всю сложность, конечно, счет скользкий, но, тем не менее, довели матч до победы. Были еще пару неплохих моментов на контратаках. Ну, конечно, расстроены немножко травмы и слайя. В остальном, я думаю, такая сложная трудовая победа, которой, в принципе, и других матчей не бывает. Конечно, у нас есть проблемы. Проблемы организации, атаки, проблемы обороны, на которые мы работали и будем работать для того, чтобы улучшать качество нашей игры. Но в целом, я уже говорил, что никаких случайностей не бывает. Если удача улыбается в каких-то матчах нам, значит, мы ее заслужили. Не мы, а ребята, в первую очередь, конечно, своим трудом и своим желанием играть, желанием побеждать. Я думаю, такой командный дух, он присутствует в нашей команде. Я очень рад, что ребята все понимают правильно и двигаются вперед. Никакой эйфории от результатов абсолютно у нас нет. Мы прекрасно понимаем и здраво оцениваем нашу игру и результаты. Очень тяжелая игра. Тяжело нам давалось. Не знаю, может, даже повлиял на нас быстрый гол, что забили. Не знаю, или расслабились, или крылья Советовы стали расковывание играть. Но как-то они перехватили инициативу и много оборонялись. И, в принципе, были моменты, которые, если бы мы забили, и счет бы стал 2-0, я думаю, бы поспокойнее завершили игру. Атака над давалась очень тяжело. Они начали в 4 защитника, как пропустили, сразу перестроились. Но, в принципе, тренерский штаб нам об этом говорил, что они могут перестроиться. И, в принципе, это для нас не стало новостью. Да, мы уже сами в разделоке смеемся, как мы это делаем. Но, получается, так забиваем и не пропускаем. Поэтому победа 1-0 в 3 очка. Лучше мы 5 раз выиграем по 1-0, чем одну игру выиграем 3-0, 4-0. Остальные проиграем. Игра сложилась неудачно для нас. Все на табло. То есть дали сопернику почувствовать, наверное, уверенность первой минуты. А потом погнали всю команду в атаку. И видите, что на самом деле, мне кажется, второй тайм вообще прошел под нашу диктовку. Но, к сожалению, не смогли реализовать те моменты, которые были действительно очень достойными. Ну и не смогли в завершающей стадии просто забить этот мяч. Потому что он им был очень важным. И Уфа уже очень насыщенно, очень массово обронялась. Первые 5 минут. Это в очередной раз указывает о том, что концентрация должна быть с нулевой минуты, нулевой секунды, когда выходишь на поле. Сложная игра. Забили в самом начале. И как-то так дальше складывалась игра, что, в принципе, играли от обороны больше, наверное. Надеялись на контратаку. Ну и довели дело до конца. Где-то, конечно, может быть, нам повезло. Там Белинов хорошо сыграл. Но, в принципе, так особо, наверное, у них один момент и был. У нас все-таки было моментов побольше. Победа есть победа. С каким бы счетом она ни была, главная победа. Как-то для меня все это, не знаю, как с трибуны, для меня все это быстро как-то происходило. Вот. Ну, вдоль секунды решил ударить в ближний угол. Хотя, может быть, надо было и дальний. Вот вратарь, плюс хорошо сыграл. А сейчас материал о том, какая атмосфера царила на стадионе перед матчем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также в перерыве матча прошел наш традиционный конкурс набивания мяча. В этот раз мы разыгрывали крылышки от KFC. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренерский штаб национальной команды назвал состав сборной России на контрольные матчи. Станислав Черчесов вызвал уртаря футбольного клуба Уфа Александра Белинова для подготовки к контрольным матчам с Кодиуаром. Эта игра пройдет в Краснодаре 24 марта, а также с Бельгией. С этой командой наша сборная сыграет 28 марта. Подготовку к товарищеским играм подопечные Черчесова начнут 20 марта в Краснодаре. А воспитанник Уфимского футбола и гребесь денежных получил вызов на два контрольных матча сборной России до 21 года с Румынией и Норвегией, которые состоятся в Марбеле 24 и 28 марта соответственно. Полузащитник нашей команды Иван Облюков включен в резервную заявку молодежной сборной России. Игры пройдут в рамках учебно-тренировочного сбора нашей команды в Испании с 21 по 29 марта. Всего в списке значится 23 футболиста. Наша молодежная команда также весеннюю часть чемпионата начинает хорошо. В этот раз со сверстниками скрыли советов, была зафиксирована результативная ничья. В прошлом туре Уфимцы обыграли одного из лидеров молодежного перенства Терек. В 19-м туре горожане принимали самарцев. Хозяева активнее начали встречу. Заслуженно в середине первой половины Марк Криворок открывает счет в игре. Но удержать преимущество горожане не смогли. Вторую половину Сланко показательно того сравнял. Отметим, что футболист гостей в момент получения передачи мог находиться в офсайде. Во втором тайме гости смогли выйти вперед. Автором гола стал Набатов. Радмир Зарипов удал длинный пас на Никиту Тихонова, который скинул мяч на Тимура Кутлуцурина. А новичок горожан Хруднак ровно забил. В концовке встреч у Финца могли выйти вперед, но этого не произошло. В итоге результативная ничья 2-2. Игра довольно-таки хорошая была. Старались две команды как бы выиграть. Не знаю, почему не смогли реализовать столько моментов. Наверное, все-таки из-за того, что не хватило верности игрокам, атакующим. Все-таки оборона хорошо сыграла наш. Ну и впереди старались степляться за каждый мяч. Сыграли в ничью. Довольно-таки, ну, скорее сказал бы, что укусили 2 очка, а не сыграли в ничью. Не знаю, имели кучу моментов. В первом тайме особенно. В втором тайме так уже силенок немного не хватало. Как и у нас была, так и за атакой, как и у Крыльев. Но хорошо, что отыгрались. Все-таки тоже имели много моментов, но так сложилось. На стадионе «Нефтяник» завершился международный турнир Кубок футбольного клуба Уфа. Соревнование прошло в один круг. Обладатель Кубка определялся по наибольшему количеству набранных очков по сумме всех матчей. В трехдневном турнире приняли участие команды Уфа-2001, Уфа-2002. С Дюшор-2001 из Казахстана и КамАЗ-2001 из Набережных Челнов. Уфа-2001 стал обладателем Кубка футбольного клуба Уфа. Подопечный Александр Скоробогатого одержали победы во всех трех поединках с общей разницей 16-1. А в финале они обыграли команду КамАЗ со счетом 5-1. Второе место у футболистов из Набережных Челнов. А замкнула призовую тройку команда Уфа-2002. Футбольный клуб Уфа задумал давно уже проводить свои такие кубки футбольного клуба по всем возрастам. И вот этот первый кубок именно в марте, в середине марта, мы приятно, конечно, что мы открываем. И открыли, конечно, сделали то, что не в каникулы. Мы сделали все четыре команды, и в данный момент мы провели их достаточно хорошо. И у нас и погода повезло, и в то же время мы играли на хорошем, качественном поле. Да и соперники были интересны, с кем можно было поиграть. Казахстан сделал наш турнир статус международный, мы получили. То есть к Актюбинск Дюшор приехала в 2001 год, и в данный момент участвовал также футбольный клуб «КамАЗ» в Набережных Челнов. Ну и представлял в школу ФК Уфа две команды 2002 и 2001 года. Но хотели мы, все-таки ждали четвертую команду, иногороднюю. Но так более случайно получилось, что все на каникулы, все выезжают, и мы немножко не успели, чтобы они поучаствовали в нашем турнире. Ну, я считаю, что турнир прошел хорошо, и ребята получили достаточно хороший игровой опыт. И вот в последней игре, конечно, мы распределили календарь таким образом, чтобы две команды даже по силам, которые посмотрели по силам, они практически играли за третье-четвертое место. Вы знаете, я скажу так, что до этого у нас проводился кубок именно по киберфутболу, то есть он проводился впервые в Уфе. И хотелось тоже, чтобы футбольный клуб Уфа был первым. И мы тоже, играя на своем стадионе, мы все-таки тоже ставим такие задачи, чтобы при своих родителях, при своих болельщиках, при том, что на своем стадионе, мы тоже хотим показать и то, что мы умеем играть. И вот это приятно, то, что и награждение прошло достаточно так хорошо, то, что пришел Сергей Богданович Семак, Ильдус Фаридович, спортивный директор, то есть и старший тренер школы Суренский Юрий Александрович. То есть и вот в данный момент именно ребятам и фотосессия понравилась, то, что вот они смогли сфотографироваться и в то же время осталось, и останется на памяти очень долго. Ну, по всем возрастам футбольный клуб будет проводить, по всем возрастам именно. Я думаю, что все команды, которые желающие участвовать, то есть могут обращаться, и мы рады будем любой возраст принять и разместить, и предоставить возможность играть на хороших полях. На этом у нас все. Встретимся на футболе. Пока!